Приветствую всех на своем канале Таро от Вики. Мы сегодня с вами будем создавать праздничное предновогоднее настроение для водолеев. И посмотрим, какие же подарочки приготовил Дедушка Мороз для вас, водолеи. Вы вместе со мной смотрите расклад и ищите совпадение изображений на карточках. Я думаю, все знают такие пасьянсы. Если я что-то пропущу, пишите в комментариях, чтобы ни один подарочек у нас не затерялся. Итак, смотрим. Ищем совпадение. Ищем подарочки под елкой, в мешке у Деда Мороза. Везде ищем подарочки. А вот они, подарочки в мешке. У меня сегодня интуиция хорошо работает. Так, вот он мешок с подарками. Но прежде всего это именно мешок. То есть подарок у вас будет, ну, мешок, вагон и маленькая тележка. То же самое, конечно, придется и вам такой же мешок собрать, да, чтобы в ответ подарить своим друзьям, любимым, родным подарочки. То есть мешок подарков у вас выпадает. Хорошо. Медведь тоже выпадал не у одного знака зодиака. Был у нас уже встречался. Медведь – это тайный поклонник. Кто-то, чье сердце вы покорили, а кто тайно о вас вздыхает. Уже я тоже говорил. У других знаков зодиака есть приметы. Если незамужней девушке снится медведь, это означает, что скоро она встретит своего жениха. И независимо от вашего статуса, все равно у вас есть тайный поклонник. Так, что еще? Вихрь. Тут же вихрь. Ой, ну я могу сказать, вскружили вы ему голову. Этому медведю, вашему тайному поклоннику, места себе не находит. А вообще это предпраздничная новогодняя путерьма, это как раз бегание за подарками, собирание мешка этого подарка, подарков этих, значит, покупки по списку, да, чтобы обязательно все были продукты к праздничному новогоднему столу. То есть это вот такая новогодняя суета-беготня. Приятная, конечно, с приятными хлопотами. Поэтому смотрите здесь по поводу вихря, для кого что более актуально. Хотя может реализовываться и то, и то, да. То есть и тайный поклонник, которому голову скружили. При этом вы бегаете по магазинам, не замечаете его в своих хлопотах, ищите вот эти подарки и закупаетесь, да, всеми необходимыми, всем необходимым к Новому году. Смотрим еще. Еще подарочков хотим. Так, это у нас свеча. Вот она, по-моему, свеча совпала. Свеча. Новые идеи, новые возможности. Вот, выпадает вам, да. То есть вам что-то захочется сделать. Вернее, не сделать. Наверное, зародится пока какая-то идея для того, чтобы... Новая, возможно, мечта для того, чтобы начать ее осуществлять в будущем году. Вот есть у нас здесь еще в пассиансе фонарь. Вот он, кстати. Но здесь он у вас не совпадает. Это что-то более яркое, глобальное, да, когда мы уже высветили себе путь. Может быть, планы уже построили. Свеча – это показ рождения, может быть, какой-то мечты. Или пока раздумья над тем, нужна она ли вам или нет. Ну, то есть вот что-то какое-то... Появится огонек к новому, желание чего-то нового в будущем году. Ну, конечно, не у вас одних, но раз пассианс показывает, значит, это важно. И выпадает чашка кофе, какао или, может быть, чая, кто что любит. И данный пассианс говорит нам, что это приглашение на свидание за чашкой кофе, какао или чая, как я уже сказала, да, или любых других ваших любимых напитков. Может быть, кстати, этот тайный поклонник не выдержит своего головокружения, да, и все-таки выйдет на свет и решится пригласить вас на свидание. В любом случае чашка кофе, она вот здесь так уютно обмотана шарфом. Это приятное времяпрепровождение. Это именно вот дать себе передышку, отдохнуть после вот этой беготни, да, суеты за подарками. Мне кажется, у какого-то еще знака выпадало. Может быть, у овна именно вот эта вот новогодняя кутерьма, а потом передышка. Или, может быть, у раков. Может быть, я уже путаю. Так, ну, неважно. А давайте теперь посчитаем, сколько у нас подарочков получилось. Интересно, да? Мешок с подарками один, медведь два, вихрь три, свеча четыре, и кружка кофе пять. Пять подарочков. Хороший результат. Пишите ваши комментарии по поводу расклада, что вы думаете про подарочки. Может быть, уже кто-то догадывается о тайном поклоннике. Хотя здесь пока другие там знаки зодиака, наверное, уже заметили, а здесь вы пока не знаете этого человека. И я вам желаю хорошего, прекрасного настроения. Поздравляю с наступающим Новым годом и всем счастливо!